Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о таком способе выращивания растений или рассады молодых саженцев, как рулонный способ или его еще называют улитки. Этот способ относится к одному из способов выращивания растений с закрытой корневой системой. Идея такого способа выращивания растений возникла уже давным-давно. Уже до моего рождения, в начале 70-х годов, в 72-73 году, выходили хорошие публикации, касающиеся усовершенствования данного способа. То есть, широко он применялся даже задолго до этого. В чем преимущество выращивания растений в улитках? Дело в том, что в большинстве случаев, и этот метод на сегодняшний день является официальным таким практикующимся методом выращивания растений с закрытой корневой системой в лесном хозяйстве, а также в питомниководстве. Особенно часто он применяется в тех случаях, когда необходимо вырастить растения, плохо реагирующие на повреждения корневой системы. В этом случае именно выращивание в улитках, в рулонах очень сильно выручает. Суть этого метода состоит в том, что на какой-то влагонепроницаемый материал насыпается слой земли. Это какое-то полотно, как трубка от обоев выглядит. Оно разворачивается, насыпается слой земли. После чего выкладываются либо саженцы молоденькие, либо черенки для укоренения, либо высеваются семена, после чего этот материал скручивается в рулон вместе со слоем земли, перевязывается и устанавливается далее в зависимости от возможности технологий. Либо в поддоны для осуществления нижнего полива, либо просто на землю для верхнего полива, либо любым другим способом. Почему он возник именно в питомниководстве и в лесном хозяйстве? Потому что выращивать массово, тысячами штук саженцы с закрытой корневой системой в горшочках является достаточно сложно в связи с тем, что это требует некой сложной механизации. Такие объемы. А ведь механизация по выращиванию в горшочках достаточно дорогостоящая. Механизировать же или удешевить ручной труд для выращивания растений в рулонах является задачей достаточно простой. Когда-то этот способ выращивания растений меня очаровал, когда мне было, ну может лет 10-11. В этом возрасте я гулял по ботаническому саду и как-то краем глаза увидел, как женщины насыпают землю на куски полиэтилена, затем вставляют туда, выкладывают черенки, как мне это, ну наверное роз, мне по крайней мере так вспоминается, что это были розы, и закручивают их. Эти конструкции были вот буквально вот такого вот размера, достаточно большие. Экономит ли этот способ место? Ну те, кто имеет хорошее пространственное мышление и более-менее пристойно помнит геометрию, конечно же подтвердят, что никакой экономии места нету. Будете вы высаживать или высевать растения в рядочки, либо в рулон. При сохранении той же густоты посева или густоты стояния растений никакой экономии места нету. Преимущество этого метода состоит лишь в том, что при разворачивании рулонов, в отличие от копки из открытого или защищенного грунта, но в том случае, когда растения высаживаются просто в рядочки или семена высеваются и потом выкапывается эта рассада под лопату, в этом случае не происходит такого серьезного повреждения корневой системы. То есть это все-таки один из видов выращивания растений с закрытой корневой системой, как промежуточный этап с целью дальнейшей пересадки, либо посадки на постоянное место, ну, либо на доращивание, либо в контейнер, либо уже на постоянное место в какую-то школку, в питомничек. Имеет ли этот способ какие-либо преимущества при выращивании рассады овощных растений, таких как томат, перец, баклажан, капуста и других растений? С моей точки зрения никакого преимущества он не имеет. Почему? Место он не экономит. Существует также необходимость последующей пересадки этих сеянцев. Кроме того, существует также необходимость посева лучше наклюнувшимися семенами, потому что если будут семена с неизвестной схожестью, в этом случае можно иметь риски каких-то просевов. Поэтому для длительного выращивания рассады, ну, до какого-то разумного периода, когда она уже не сможет там дольше расти, будет вытягиваться, растения будут мешать друг другу, то есть она будет готова к пересадке, для этого лучше использовать наклюнувшиеся семена. Поскольку и перец, и томат, и баклажан, и многие другие овощные растения хорошо переносят восстановление поврежденной корневой системы, а этот способ требует, ну, неких дополнительных приспособлений для того, чтобы воспроизводить эту рассаду, то есть надо какие-то отрезки инертного материала иметь, там, будь то вспененный полиэтилен или пленка, или еще что-то. Вариантов очень много, огромное количество в интернете есть, и в литературе есть. Ну, в производстве чаще всего используют обыкновенную полиэтиленовую пленку. Причем в этой полиэтиленовой пленке внутри делаются надрезы, ну, то есть просто полотно, которое немножечко надрезается. Это улучшает корневое дыхание, распределение влаги по всей толще этого рулона и улучшает качество саженцев. Саженцы могут даже срастаться немножко корневыми системами, потому что там могут создаваться хорошие благоприятные условия. Так вот, для голубейки, например, для вересковых растений, для декоративных вересков эрики, для черенков сирени, которые очень тяжело укореняются, для черенков, роз, для прочих растений, этот способ, пожалуй, является очень-очень хорошим, потому что он не требует горшочков, но в то же время позволяет вырастить саженцы с условно закрытой корневой системой. Для травянистых растений, ну, по мне, он кажется хлопотным, да, то есть нам нужны приспособления, нужна покупка каких-то материалов, хотя это все копейки на самом деле. Вот, то есть необходимы какие-то танцы с бубнами. Но ничего плохого, ничего отрицательного в этом способе выращивания сеянцев, конечно же, нету. Если вам он нравится, этот способ, если вы его освоили, если он у вас получается, то, безусловно, вы можете его использовать. Я использовал этот способ, ну, вернее, как, экспериментировал, пробовал с этим способом. Не очень у меня получается, почему. Ну, вот насыпается грунт на ту же подложку, да, значит, при первом же поливе происходит проседание этого грунта, то есть грунт должен быть уже в достаточной степени увлажнен, должен быть достаточно плотным. Чтобы такой грунт хорошо скручивался, его надо расположить на этой подложке обязательно определенной гладкой, ну, нормальной толщины, потому что в процессе скручивания тогда переувлажненный грунт, ну, или достаточно увлажненный, будет размазываться как пластилин, будет деформироваться, семена, посеянные внутрь, уже будут там расползаться, какие-то будут вылазить наверх, какие-то вниз. Потом, при поливе, если вы оставляете некое расстояние на подложке от дна этого рулона до грунта, там, ну, какое-то расстояние, то при поливе он, конечно же, будет проседать и проваливаться. Это потребует, ну, необходимости какого-то дополнительного подсыпки грунта, а это чревато заглублением семян и ухудшением их роста и развития. Ну, то есть, для того, чтобы использовать этот метод, необходимы какие-то дополнительные приспособления, дополнительные умения, какая-то определенная ловкость. А преимуществ, ну, я, по крайней мере, никаких преимуществ этого способа пока что, по сравнению с кассетным способом выращивания рассады, либо с высевом рассады в плошке с последующей пикировкой. Мы же можем и корневую обработать там, и гелями какими-то для улучшения корнеобразования, и препаратами, и дезинфектантами, и так далее. Вот такой вариант выращивания рассады, по крайней мере, перцев, томатов и баклажан, мне нравится гораздо больше. Ну, ничего плохого в нем, еще раз повторюсь, нет. Вот такое мое мнение относительно этих рулонов, относительно использования каких-то полиэтиленов и всего прочего для этого метода. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok